Добрый, добрейший, веселейший, прекраснейший день. Мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать высшую божественную мудрость. Сейчас мы находимся уже в завершении, мы приближаемся к завершению книги, которая называется «Пути праведников». Те, кто с нами давно уже, а с нами многие уже несколько лет даже изучают Тору, они уже чувствуют, насколько их душа стала сильнее. Изучение Тору – это как давать пищу своей душе, пищу, упражнения, и душа становится сильнее, мощная, сильная. Человек прям чувствует мудрость, да? Те, кто прошли уже цикл, например, притчи царя Соломона, чуть-чуть от него набрались, да? Это как иметь, например, родителей царь Соломон, или тот, кто псалмы читает каждый день, он как будто бы учится каждый день у царя Давида. Представляете вообще? Царь Давида убил, который был такой близкий к Богу, царь Соломон, который храм построил. Если каждый день изучать их мудрость, то ты как будто бы с ними общаешься. То есть, утро начинается с того, что, ну что, что там сказал царь Соломон? У тебя сегодня послал в Вайкрафт, в канале Вайкрафт, послал сегодня из Экклезиаста один отрывок, и из притчи царя Соломона послал один отрывок, да? И человек, который Вайкрафт-канал открывает с утра, он думает, ну что сегодня мне скажет царь Соломон? Оп! И как будто бы пообщался с царем. Представляете вообще, какой кайф? Просто удивительное дело. А якобы потом Шатанин изучает вавилонский Талмуд, например, да? Он как будто бы общается с вавилонскими мудрецами, как будто бы посидел в Вавилоне. В записи, закончен написание Талмуда, было закончено в 500 году нашей эры. И вот, значит, Яков Шатанин, как будто бы он сидит 1500 лет назад, или все, кто учат Талмуд, как будто бы присутствуют в дискуссиях мудрецов. А мы сейчас изучаем книгу, которая называется «Пути праведников». И дошли мы до того, что 19 лайфхак сегодня мы разбираем. Значит, наш урок, чтобы был в заслугу нашего урока, чтобы наступил мир, чтобы закончилась война в Израиле, в Украине, вообще всего лишь, чтобы закончились. И наступил мир. Это наша главная просьба, чтобы все, что нужно для этого произошло, это наша просьба. А дальше у каждого есть свои личные просьбы, чтобы у каждого, все, в принципе, хотят одного и того же. Все хотят, чтобы было шалом в душе, чтобы было хорошее отношение с близкими, чтобы было здоровье, чтобы было благополучие финансовое, и тогда будет отлично. Вот интересно, что люди, которые там мечтают о каких-то амбициозных целях, я раньше к таким людям относился тоже, то это все от недостатка, от нехватки. То есть человек сидит и думает, мне чего-то не хватает, и думает, что мне не хватает амбициозных целей. Это очень большая ошибка, кстати, такая. Ну, это просто гипотеза, да? Что человек смотрит и думает, вот, например, там какой-нибудь Курт Кабьен счастливый, да? Потому что он великий певец там, какой-то известный. А он, Курт Кабьен, так ему плохо, что он баф и убил себя. То есть амбициозные цели или там олимпийские чемпионы. Вот мы сейчас завидуем, да, там, например, олимпийские чемпионы. Не мы, те люди, у кого амбициозные цели, они смотрят, вот, человек выиграл олимпиаду, он так радуется, все. Я провел в профессиональном спорте до 20 лет, вот, с 10 до 20 лет, но с 16 я был в сборной СССР. И я прямо жил этим, да, то есть прямо конкретно внутри вот этой всей сборной СССР, олимпийских чемпионов видел лично, с ними дружил, общался. Несчастные люди, реально несчастные люди, которые вот этот вот момент радости один, который они достигают, он им стоит вырванные годы. Это такое слово, вырванные годы, вот это реально вырванные годы. Поэтому все нормальные люди, которые уже изучили Тор, они понимают, что лучше, как говорил царь Саламон, пригоршня чего-то и с ней мир, чем полные охапки и с ними тяжесть и плохие отношения, например. Да, там он много говорит, сравнений таких, что лучше, например, питаться зеленью, да, зелень это была самая дешевая еда, овощами, но чтобы был мир в доме, чем там мясо, которое было самой дорогой едой и с ним ссора. Все равно мир, шалом, хорошее состояние, хорошее настроение, это самое ценное, что есть вообще для человека и заслугу того, что мы учим Тору. Всевышний дал нам вот это вот, то, что называется шалом и шалва. Есть два слова, вы говорите, шалом это как шлому, совершенство, мир, цельность, полнота. А шалва это такое, знаете, шалва это такое спокойствие, умиротворение, вот это два таких вот шалва и шалва, это два очень классных состояния. Хорошо, теперь, ну так как мы с вами уже люди не новые, у нас судьба из карьер, когда мы большинство из нас маугли, да, воспитывались в тяжелых воинственных таких обстоятельствах. И многие люди даже со своими близкими воюют, да, из-за этого, потому что так привыкли просто. Надо многое в себе исправлять, и процесс исправления в себе называется раскаяние. Мы сейчас учим главу про раскаяние, и сейчас мы находимся в 20 лайфхаках про раскаяние. Вот мы дошли уже до 19-го. Значит, 19-я такая идея, лайфхак состоит в том, чтобы удалиться от преступления, когда случается возможность совершить его. Что это значит? Вот человек согрешил в чем-то, да, например, там кто-то, согрешил он с какой-то женщиной. И вот он раскаивается, 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 потом, ладно, ему позвонило опять, он опять с ней согрешил. Не раскаялся, значит, значит, он думал, что раскаялся, но не раскаялся. Или человек, например, решил не пить, не пил, не пил, не пил, все, я не пью, молодец, все, потом бах, в неделю в запое, да, значит, не полностью решил не пить. То есть проверяется, раскаялся или нет, именно в тех же обстоятельствах, в которых до этого споткнулся. И если вот он прошел то же самое и выстоял, то отлично. То есть есть, значит, раскаяние настоящее. В перте, вот, в получении отцов есть такая мишна, что Не доверяя себе до дня своей смерти. Не доверяя себе до дня своей смерти. То есть имеется в виду что? Мы-то сегодня знаем из психологии, что у человека есть рептильный мозг, инстинктивный мозг, мозг накопитающего, это эмоциональный мозг, и неокортекс, это человеческий мозг, то, что делает человека человеком. Есть три мозга. Тора об этом говорила изначально, что есть у человека ецерара, это ецерара, это злое начало, это его инстинктивный мозг. Есть у человека, его называется, это нефиш беймит, животная душа, это животный мозг. И есть у человека то, что называется ецерар, доброе начало, или на иврите слово сехер. Сехер это интеллект, да, интеллект. Это уже вот эта вот надстроечка, да, которую психологи назвали сегодня неокортекс ученые, кора головного мозга. И вот в этом вот цехе, или в этом интеллекте, в него помещаются три функции. Три функции ума, да, первая функция называется хохма, это умение воспринимать и запоминать информацию. Запоминать переводит это мудрость, некоторые говорят хохма это божественная мудрость, то есть о всем, вот мы сейчас изучаем, то, что мы изучаем, это хохма. Вторая функция ума интеллекта, она называется бина. Бина это на русский перевести дословно, слово бина это строительство. Но если переводить на понятный русский язык, то у ума человека есть свойство достраивать реальность, добавлять. И с помощью причинно-следственных связей, и обобщений, и выводов, и так далее, из очень маленького количества информации вытаскивать какую-то, можно вытащить там целую цепочку построений, в которых в конце кто-то доводит себя до истерики, кто-то доводит себя до своими вот этими выводами, да. Это значит, что, и вот тут начинается свойство строительства, потому что, что это значит, какая-то информация, каждый себе достраивает самостоятельно из своего прошлого строительного материала. И третья функция ума называется дат. Дат это восприятие. То есть вот человек, у него внутри вот эти вот пазлы информации разные, да, это информация, знание. Теперь у человека есть бина, сообразительность, логика. Он все это как-то соединяет, строит себе выводы. Это значит, что, потому что, так, что, это значит, поэтому, вот сейчас, значит, тот думает так, это думает так. Это все такие вот комбинации, которые называются бина, строительство. А дальше то, что человек настроил, он уже воспринимает. Это называется свойство ума, восприятие. И вот эта цельная картина, в которой живет нормальный человек, психологически здоровый, называется, да, это цельное восприятие мира, в котором есть прошлое. А где оно прошлое? Вот спроси человека, где твое прошлое? Он скажет, ну, в прошлом, в каком прошлом, где нету там ничего, за спиной стена, слева стена, справа стена, какое, где твое прошлое? А в мозгу, в восприятии у нормального человека, да, ну, нормально это большинство, у него есть некая такая линия времени, на которой почему-то у него располагаются воспоминания, он может вспомнить день назад, неделю назад, месяц назад, год назад, 10 лет назад. И так уйти в детство. И ничего не перепутано, а как оно в голове не перепутывается? Очень интересно. И вот, значит, восприятие даат его, он нарушен, то есть он не принимает цельную картину, и у него, его картина мира, в которой он живет, она нарушена. И есть люди, там, шизофреники, параноики, там, психозы у людей, неврозы, там, много разных нарушений вот этого даата. Сказали наши мудрецы, не доверяя себе до дня своей смерти, что вот это вот внутри инстинктивное злое начало, да, которое шлет инстинкты, оно человека совращает, и оно может человека отвернуть от Бога. То есть, как бы, в системе координат религиозного человека, что такое хорошо и что такое плохо, это прерогатива Всевышнего. Бог установил, что такое хорошо и что такое плохо. Это объективная реальность, это абсолютная истинная аксиома, в которую верит религиозный человек. Нерелигиозный человек, он верит в другую какую-то идею. Например, все нерелигиозные люди, они фанатично верят в идею случайности. То есть, они как бы вот просто, они верят, что случайно там, значит, что-то летало, 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 а потом дрык, и вдруг появилась первая там какая-нибудь амеба, жизнь. А потом дрык, эта амеба вдруг она стала растением, потом дрык, растение стало животным, потом дрык, животное стало человеком. Как? Случайно. Ну, ты, ты, как ты можешь верить в эту чушь? Ну, как? Ну, верю, а почему нет? Это вот нерелигиозные люди, они, они фанатично верят в гипотезы, которые никто не доказал. Нету доказательств, что случайно может возникнуть жизнь. Но человек, его инстинкты, они его толкают на нарушение того, что Бог сказал, нельзя нарушать. То есть, самое такое яркое нарушение, куда, на котором люди спотыкаются, и то, что мы сейчас сидим, смотрим Роктору. У нас, например, там в Телеграме сейчас 90 человек, 45 человек в Фейсбуке и 34 человека в Ютьюбе. Сколько всего вместе? 90 плюс 45, 135, и плюс вот 44 сейчас в Ютьюбе, там 190 человек. Например, а вы знаете, что порно-трафик в мире больше, чем Ютьюб и все остальные сайты вместе взятые? Представляете? То есть, люди смотрят это, а почему они смотрят? Что их так привлекает? Они сами не понимают, что их привлекает. А это как раз работает вот этот вот инстинктивный мозг, рептильный мозг, который запрограммирован на размножение. И у человека, у него вот этот вот рептильный мозг, он шлет сигнал, давай ему, размножайся. Что ты сидишь тут, про Бога слушаешь? Ты ему надо, давай размножайся. То есть, рептильный мозг, он просто это программа, он не плохой. Просто Всевышний так сделал, что рептильный мозг, это та пружина, которая гонит человека. Инстинкты, это совершенно неуправляемая вообще, неуправляемая реализация своих животных потребностей. Кушать, есть, размножаться, нападать на тех, кто слабее и убегать от тех, кто сильнее. Вот инстинктивный мозг, он как бы, у него программный код. Дальше, Тора, это правило, по которым есть можно только еду, которая кошерная и разрешенная. А неразрешенная, да, как бы вкусно она не выглядела, ее есть нельзя. И размножаться можно только со строго определенным человеком, с которым вы создаете семью, отношения и так далее. Все. И даже нельзя смотреть портографию. Теперь человек, который нерелигиозный или сомневающийся, у него инстинкт все время его кидает в сторону согрешить. Почему я сейчас об этом говорю? Какой тут лайфхак, девятнадцатый, когда человек устоял в том же преступлении, в котором он до этого сделал преступление, это есть настоящая чува, настоящее раскаяние. Учили мудрецы, не верь в себя до дня своей смерти, что этот Ецарара, он действует до момента смерти человека, как раз это он, это сила жизни, можно так сказать, да. Это та пружина, которая заставляет человека жить и до последнего момента цепляться за жизнь. И один был мудрец, рассказывается эта история в Талмуде, который говорит, здесь какая-то ошибка. Не верь в себя до дня своей старости, надо говорить. Потому что в старости у человека уже нет этого Ецарара, нет у него этого злого начала. И как только он это сказал, а есть еще внешний помощник у злого начала, он называется Сатан. Сатан, это внешняя реальность, которая помогает человеку согрешить, которая двигает человека к греху. Как только он это сказал, то есть он перестал бояться греха, тут же этот Сатан объединяется вместе с его внутренним вот этим злым началом. Представляется он женщиной, которая, это был демон, демон, женщина, демон, которая ему представилась как самая там прекрасная Ким Кардашьян того времени, например, да. Какой-то символ там красоты. И он, значит, это демон. Он начал перед ним ходить, там ему пришел, начал соблазнять, ему что-то рассказывать. В общем, он не устоял, это дедушка, и, значит, не устоял в этом преступлении. Начал он плагать, что вот, как же он мог, все, ему сказали небесный голос или другие мудрецы, не помню, как там было написано, что не расстраивайся, это демон был. Просто ты неправильно это Мишно учил, что не доверяй себе до дня своей смерти надо учить. А ты учил неправильно, поэтому тебе показали, что ты ошибался. Но он так расстраивался все равно, что он согрешил. Ему говорят, нет, это не женщина, это демон. То есть ты просто, ты не согрешил. Он говорит, нет, говорит, я додумал, что это человек, значит, я согрешил. И вот там дальше начинается целый длинный спор, если с демоном это согрешил или не согрешил, и так далее. Значит, для нас, для всех важно то, что проверка того, согрешил ты или нет, если ты в той же ситуации устоял и не сделал то, что считается преступлением. И двадцатый, последний лайфхак, для того, чтобы искренне раскаяться, да, один из инструментов называется, отвращать других от преступления, насколько возможно. Как сказано, вернитесь и верните от всех ваших преступлений, пророк Ехестель говорил. И сказано в Торе, увещевай ближнего своего, не понесешь за него греха. Отсюда следует, что если не станет увещевать, будет наказан за его преступление. Рассказывал Рабин Афман, такой был великий мудрец Рабин Афман, он рассказывал такую историю. Однажды один очень богатый человек дал десяти людям, которые были бедные, дал десяти людям в сумму денег, каждому дал одинаковую сумму денег, для того, чтобы они могли начать свой бизнес. Это высшая форма благотворительности, дать человеку удочку, научить его ловить рыбу, чтобы он не нуждался в других. То есть, если есть возможность кому-то оплатить образование, если есть возможность кому-то дать работу, то это лучшая помощь, которая только есть. И так можно и расценивать. Вот многие люди, они расценивают, ну, бизнес, типа, бизнес это бизнес, just money, только деньги. Я так не считаю. Я считаю, что в любом случае человек, который дает этим людям работу, он при этом должен по голове держать, что он им помогает, что это большая помощь. Смотреть на эту ситуацию с этой точки зрения. Кстати, я сейчас вспомнил одну, одну такую интересную, ну, интересный факт, что в компании PayPal был такой закон изначально. Ее основал человек по имени Питер Тиль. И он, Питер Тиль этот, основал компанию PayPal, и он вел правило, никого не увольняй, вообще никого. Что бы человек ни сделал, ему нельзя увольнять. И вот я читал такую статью интересную, что вот однажды там был какой-то человек, который системный администратор, и он был плохой, в первый же день он опоздал на работу, и он столько делал ошибок, но Питер Тиль его не увольнял, вообще не увольнял. И вот, в конце концов, этот системный администратор, он поступил так ужасно, что вообще стерся весь код, что они чуть ли не потеряли весь PayPal. Но, к счастью, один из инженеров сохранил его, это была случайность, как писал автор статьи. Значит, код сохранился, но после этого уже Питер Тиль все-таки уволил этого системного администратора. И смысл статьи был такой, что надо увольнять было сразу его. А то, что он его не увольнял, и то, что он его держал, и то, что он его сохранял, это была большая ошибка управленческая. Я знаю эту историю PayPal с другой стороны, чуть-чуть. Значит, с другой стороны, что у PayPal был конкурент, который назывался Xpay, и этот конкурент Xpay, его был основателем Илон Маск. И они были вот так вот, они были конкурентами, которые просто друг друга уничтожали, причем их конкуренция была настолько велика, что они уже физически хотели друг другу глядеть. И вот в какой-то момент, когда они уже были на грани войны и банкротства, то есть обе компании из-за того, что они воевали, они не могли, ни одна нетра не могли реализовать идею вот этого создания платежной системы для рынка того времени. И в какой-то момент Питер Тиль, он связался с Илоном Маском и говорит, давай встретимся. И они встречаются посередине улицы, у них офисы были на одной улице в Силиконовой долине, они встретились посередине. И Питер Тиль уговаривает Илона Маска вместо войны соединиться в одну компанию. И он уговаривает, ему объясняют все, и он уговорил Илона Маска соединиться. Они соединились. И через год они продали PayPal за 5 миллиардов долларов, значит, eBay, и все ушли оттуда миллиардерами. Это был первый успешный бизнес, значит, Илона Маска, Питера Тиля, и там были еще у них два соучредителя, которые потом основали YouTube, и они создатели YouTube. Что мы сюда видим? Что, да, он этого не увольнял, вот этого плохого работника. Он его жалел. Он поступал с ним, то, что называется, лишний мишурат один, не по закону, а намного более милосердно, мягко и, как бы, ну, вообще удивительно, да, он с ним поступал. Но то же самое потом он получал в своей жизни, потому что в той ситуации, когда он практически уже терял бизнес, он уговаривает соединиться Илона Маска, и все. Поэтому все-таки милосердие, доброта, они действительно являются в этом мире лучшей инвестицией, скажем так. Народная мудрость не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей, она по-настоящему, она правдивая, потому что 100 друзей, если это настоящие друзья, а Тора как нас учит? Тора нас учит, сделай себе раба, то есть назначь, начни учиться, уважай учителей и учись у них, и приобрети себе друга, то есть друга надо приобрести, друзья не появляются просто так. Друзей надо вкладывать свое отношение, время, внимание, силы, добро. Судить каждого с хорошей стороны продолжает Мишна, без этого невозможно иметь друга, если ты на него обижаешься. То надо, значит, что надо помогать. И вот двадцатый лайфхак, который мы сегодня, на нем мы заканчиваем лайфхаки по раскаянию. Двадцатый был лайфхак, что нужно побуждать к раскаянию других людей. И вот Раби Нахман рассказывал историю, что было 10 знака. Это милосердие, особенно если это помогает человеку получить образование, если это помогает человеку стать на ноги, то это благодарительность. И вот один человек потерял все деньги из десяти, а девять человек, они продолжали свой бизнес. Этот, который потерял деньги, им через год их отдавать. И он понимает, что у него уже денег нет. Он все оставшиеся месяцы отходил к этим остальным девяти товарищам и говорил им, ребята, будьте осторожны, смотрите, я потерял, вы не потеряете. Я вас прошу, пожалуйста, не попадите в мою ситуацию. Мне сейчас отдавать нечем, бизнеса нет, ничего нет. Поэтому не рискуйте, пожалуйста, это лучше. Он их увещевал, как бы он их обучал, чтобы не потеряли они деньги. Потом, значит, проходит год, они все приходят, возвращают суммы, а он не пришел, потому что у него нечем возвращать. И тот человек, который говорит, а где десятый? Они говорят, вы знаете, он потерял деньги, ему нечем отдавать. Но он весь год ходил нас, значит, предостерегал и как бы нам говорил о том, чтобы мы были осторожны, чтобы мы не потеряли, и очень нам этим помог. И этот, который богатый человек или царь там рассказывает эту историю, он говорит, зовите его, я ему долг прощаю, потому что я вижу, что он искренне хотел отдать деньги, но то, что он потерял, с тем не бывает. Но по его поведению видно, что он реально хотел отдать деньги. Я ему долг прощаю, значит, и он его позвал, и очень его даже наградил в главном учреждении. Раби Нахман эту историю рассказывал своим кассидам. Он говорит, я не считаю себя достойным вас обучать, говорил он о себе, потому что сам я еще не исправился от своих грехов. Но, говорит, все-таки я понимаю, что если я буду сам ждать, пока достигну совершенства, то я не смогу вам помочь. Поэтому он говорил, что он обучать начал кассидам, это ему было 26 лет тогда, именно рассказал вам эту историю. Поэтому 20-й путь к раскаянию, то, что вы помогаете в Айкра, то, что вы несете имя Всевышнего людям, те, кто помогают, становятся партнерами во всей деятельности в Айкра, больше 30 тысяч часов урока в втором месяце уже сейчас мы создаем, будем создавать Божьей помощью миллион, и вы участвуете в каждом человеке, который благодаря этим урокам становится ближе ко Всевышнему, то тот, кто помогает, знайте, что вот вы ложитесь спать, знаете, сегодня 30 тысяч часов на месяц, это за 30 дней по тысяче часов. Сегодня, благодаря тому, что я помогаю в Айкра, тысяча часов было просмотра в Торы, допустим, 10%, 100 часов, люди стали ближе к Богу. И вот этот свет, который вы несете, он как раз вам помогает хорошо спать и усиливает вашу связь со Всевышним. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний за счет нашей работы по приближению к Нему и по исправлению себя, чтобы мы каждый раз становились ближе ко Всевышнему, получали от Всевышнего больше света, благополучия, здоровья, энергии, счастья, мира, и в итоге, чтобы в заслугу наших валид наступил мир во всем мире в ближайшие дни, прямо чтобы наступил шоу. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok